Смысл в том, что имея мощный жизненный поток энергии, вас никогда ничто не убьет, не по причине того, что вы физически даже будете неуязвимы, а по причине просто случая. Вы будете там, где не будет смерти, грубо говоря, ну или ничего-то, что ее пролонгирует, что ее создает. Что такое жизненный поток энергии? Жизненная энергия – это наше с вами не только желание жить, а желание развиваться, идти вперед и двигаться. Вот этот вопрос мы очень подробнее сейчас рассмотрим. Хоть, казалось бы, эта тема более ответвленная от нашей тематики, но если вы ее поймете хорошо, вы научитесь жить столько, сколько вы хотите. Поэтому давайте рассмотрим это все-таки подробнее. Что такое жизненная энергия, желание жить? Желание жить – это в любом случае стремление к движению, к изменению, к эволюции или к каким-то целям. Вот многие клиенты, которые мне записывают в возрасте, там лет 60 или 50, очень много тоже таких женщин, они говорят, вот куда мне, мол, стремиться в моем возрасте. Это практически сказать, все, пойду помирать. Одно и то же. Хотя возраст не имеет значения, люди в 30 лет себя так ведут, в стиле, куда уже мне стремиться достигать что-то, типа я нашел себе работу, и все, там семья, и все, сел дома, мой пик реализации достигнут. То есть, как вы поняли, остановка в любом развитии. Вы знаете, что некоторые люди и в 60 лет, и в 70 очень бодрые, активные. Почему? Потому что у них полно жизни. Они живут, они стремятся, они двигаются, им интересно, они развиваются. Почему вы спросите некоторые люди, там лет 70, типа здоровые-здоровые, а потом внезапно умирают? Потому что у них настигает предел, опять же, куда они хотят стремиться. Вот они, допустим, достигли жизнь прекрасной, я наслаждаюсь жизнью, все замечательно, я активно действую, но все, конец, что-то все надоело. То есть, когда они перестают стремиться к чему-то большему, к какой-то эволюции, к каким-то большим результатам, большим стремлениям, у них перестает постепенно даваться приток энергии, он не сразу прекращается. Это годами происходит, в результате чего у них там отток уменьшается, 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 в какой-то момент останавливается, закупоривается. И вот когда это происходит по всем параметрам, происходит полная закупорка притока жизненной энергии, человек ее лишается, какое-то время живет на потенциале тела, ну и происходит процесс смерти в результате разрыва связи с жизненным потоком. Я вам хочу это подробно более объяснить, чтобы вы понимали, потому что люди очень безответственны в отношении своей жизни, что меня печально огорчает разных возрастов. Дело тут даже не в здоровье, тоже здоровье дается под задачу. Опять же, если человек, это же годами делается, вот человеку, допустим, в возрасте 60 лет, да, ну я беру 60 лет, потому что это средний возраст, это не самый старый, но и уже не самый молодой, такая вот средняя точка, о которой человек решает, умирать ему или жить дальше. 60 лет, вот какое-то решение происходит у людей, но действительно, то есть есть какие-то переходные возраста, там вот 30 лет уже начинает стареть, резко решает, стареть ему еще или нет. 40 лет они уже точно определяются, значит, стареть ему или нет, вторую начинать им новую жизнь или продолжать старую, а вот 60 как-то они уже насчет смерти принимают решение, до 50 там еще как-то думают. Ну, многие раньше, конечно, это совершенно не правило, но это среднестатистический стандарт на сегодняшний день. Ну, вот 60 лет, допустим, решают. Дело в том, что вот серьезные заболевания со здоровьем, они приходят годами за счет, как вы поняли, стагнации в определенном ресурсе развития. Допустим, человек там не хочет ничего видеть, не хочет ничего воспринимать, вот есть у него проблема, а вот он не хочет ее увидеть в упор. И вот проходит год, второй, третий, четвертый, а он костенеет. Костенеет, особенно в возрасте, там уже лет 50-60, вы знаете, что начинают люди, они прямо так закостенели, там все на своих убеждениях, уже не гибкие, не хотят уже меняться, не хотят пристраиваться. Им тяжело это дается, да, но опять же, дается это тяжело за счет того, что много лет не делали этого. Это как упражнение. Если вы постоянно занимаетесь спортом, вам легко, а если вы много лет не занимались, вам тяжело растяжку делать, да, вот так же им. Вот если они бы там с молоду постоянно ломались, гибко двигались, развивались, у них постоянно движение было, уже там вот такие люди к 50-60 годам, они это сохраняют. Тонус, у них это легче дается. Те, кто меньше тонус сохранили, им это тяжелее дается, но в любом случае все зависит от выбора. И, соответственно, человек там долго времени закрывал, закрывал, закрывал глаза, у него начинаются проблемы со зрением, у него начинают болеть глаза, потом там, допустим, на больницу там слегает и так далее, и все к старости ухудшается, там зрение, к примеру, теряет. Вот это все результат того, что человек очень долго, годами просто остановился и все, то есть умер. Это вот смерть называется, ну хотя бы в аспекте зрения конкретно, да, то есть он умер в аспекте вот видения всего, умения гибкость проявлять, умения видеть все в разных красках, с разного ракурса, останавливается все. Все, здесь я двигаться не буду. Многие люди начинают с 30 лет уже останавливаться в стиле все, у меня там семья, дети есть, ну кто уже там завелся, типа я остановился, куда же мне там личную жизнь налаживать или в 40 лет, что мне там плохая личная жизнь, плохой муж не устраивает там все, что мне там куда-то стремиться. И остановились, умерли в этом аспекте. Понимаете, каждый раз, когда вы говорите, что вам не к чему стремиться, вы умираете, потом, конечно, не сразу это происходит, годами вы закупориваете в итоге этот энергоприток, все заканчивается и все приходит к концу. Это медленная смерть. Люди медленно убивают себя часть за частью. Самоубиение такое ужасное, что огорчительно в этом аспекте, что даже люди в возрасте и в молодом вообще не имеет значения, в каком возрасте вы находитесь. Вам всегда, у вас есть выбор пожелать развиваться, даже если вам сейчас это сложно дается, вы можете поупираться, но разогнуть свои костяшки, опять же, как в спорте. Если 10 лет вы не занимались спортом, тяжело спортом заниматься, но мало по-мальски, чуть-чуть по чуть-чуть встали на ноги, почти все равно у вас как-то разомнется это тело и к какому-то сроку вы все-таки нагоните, настигните это здоровье, оно к вам немножко вернется, восстановится, вам хватит сил, чтобы двигаться дальше. Этот выбор возникает в любом возрасте абсолютно, вы всегда можете стремиться к чему-то. И теперь вот посмотрите на жизнь в ее реальном контексте. На самом деле жизнь абсолютно не ограничена и никто не сказал, что мы должны жить 50, даже 100 или 200 лет, это нигде не написано. Вопрос старости, то, что все так делают, это не значит, что вы должны делать так же, понимаете, это просто делают так все. Почему все умирают? Все начинают умирать уже с 30 лет. Вот это внушение, что все, 30 лет и старый, уже отсюда они начинают умирать. Некоторые раньше даже, я удивляюсь, там некоторые дуры, вот я видела в 24 года, все, я уже взрослая. Вот эта вот попытка типа стать взрослой, на самом деле это старение. Вот эта взрослость, остановка, стагнация на каких-то аспектах, закостенение на каком-то мнении, нежелание гибко меняться и ломать свои убеждения, это по сути нежелание трансформироваться, изменяться, это по сути механизм старения, приближения к старению. Поэтому это не говорит, что они завтра умрут, может быть они умрут, конечно, там позже, но уже какие-то аспекты со здоровьем, у них там лет к 40, там начнут портиться серьезно. То есть они уже там в 40 лет придут с серьезными проблемами, потому что они уже с 20 лет эту проблему начали себя выгораживать. То есть, ну, также в 60 лет можно выйти здоровенькими или как минимум остаться с тем, что вы есть, или, допустим, усугубляться, 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 это тоже есть выбор. Но люди очень рано начинают убивать себя, но в раннем возрасте вообще, к сожалению. И это настолько видно в ограничении работы, в достижениях, стремлениях, каких-то самореализации, в личной жизни, казалось бы, что там мешает пытаться, стараться что-то найти, опять же, здоровье, можно поправить, развиваться этим, заниматься телом. Если любить свое тело, если стремиться к омоложению, человек, допустим, не обязан умирать, он не обязан стареть так резко, так рано. А вследствие этого, если бы он не старел и не умирал, можно же и отношения менять, можно и жизнь перестраивать, можно второе дыхание, вторую жизнь начать, можно. Но вы скажете, отсутствует вера, как же так, я уже постарел, куда мне там омоложаться и вторую жизнь жить, а это от вас зависит, понимаете. Дело-то не в том, что как, как, опять же, я много рассказываю, методов даю, но самый главный метод, он известен всему миру. Жить, стараться любить жизнь, стремиться, иметь цели, развиваться и не заканчивать, не останавливаться ни на чем. Вот что самое главное. Как только вы на чем-то останавливаетесь и смирились с этим, что ну ладно, все, с меня хватит, вот вы сами ставите эти печати, вот с этого момента начинается ваша смерть. Вы должны понимать, что, конечно, с одной стороны выбор, с другой стороны это всего лишь привычка. Вы должны понять, это просто ужасная, дурацкая, дряная привычка, потому что все вот так делают, раньше люди еще раньше умирали, а когда-то умирали позже. Это неоднозначная цифра, во сколько лет люди умирают. Это настолько по-разному у всех проявляется в разное время, но никому даже не интересно узнавать историю. Никто не считал, не углублялся в археологические раскопки и так далее, информацию ученых о науке. То есть никто не углублялся по факту, вот как мы можем жить или не можем. Просто все решили, потому что все так делают. А все так делают, потому что все так привыкли, потому что привычка, тут даже не давление общества, тут желание наличия, желание жить или умереть, на одного человека проявляется. Готовы ли вы смириться с тем, что вот у вас жизнь такая и все, давайте завершать, или все-таки хочется что-то другое? Если хочется, надо признаться себе в этом честно и стремиться. Неважно какой у вас возраст, вы в любом возрасте можете восстановить какой-то диапазон, дать фору и пойти дальше. И по-моему миллиард этому примеров, и все это возможно, и есть к этому большая доказательственная база, но зависит от людей, разумеется, зависит от их желания. С того момента, как вы где-то останавливаетесь, эти остановочные элементы начинают накапливаться. Фатальный остановочный элемент накапливается тогда, когда у вас уже пропадают самые главные цели жизни. Она уже становится бесцельной, настолько пустой, что вы даже не можете реализовать основную цель своего пребывания. Хотя это не факт, вы ее фактически, физически-то реализовать можете, вы ее не можете резать в мозгах своих. То есть, чтобы вы понимали, человек умирает для того, чтобы перезагрузить ум. Это странно, что как уснуть и проснуться утром вечером мудренее, да? Да? Типа, утром ты посвежее встал и более мудрые мысли, а так же тут, что-то затухлел, я пойду-ка умру, новеньким рожусь и я посвежее буду. То есть, люди умирают вообще ради какой-то тупости, потому что, если мы берем цель воплощения, на самом деле, большинство из людей не выполняет свою цель воплощения за одно воплощение. И, по большому счету, душе все равно за одно воплощение или за десять вы это будете делать, ей нужно выполнить цель. Если вы пришли и выполнили за одно воплощение, это замечательно. Хотите десять, двадцать, тридцать, сорок – это ваше дело, ваши проблемы. Вопрос – зачем? Ну, зачем это надо? А люди, они настолько засоряют свою башку и разум, насколько они не способны вообще впоследствии даже как-то встрепенуться. В чем смысл заключается? Конечно, люди, чем старше человек, тем тяжелее ему проявлять гибкость. Поэтому некоторые более взрослые люди, у них есть такая тенденция тянуться к молодежи. Но тянуться к молодежи нужно правильно. Тут у взрослых и у молодежи немножко разный аспект. Если, допустим, молодежь, они более гибкие, у них автоматически эта гибкость есть, хотя в мозгах уже закостенилось, начинается с момента сознательного возраста. Это начинается со школьного возраста, когда у него мозги начинают проявляться, типа он взрослеет. Да, но взрослеет, он костенеет где-то в своих доводах. Все, вот в этот момент он начинает уже стареть. У него же старость со школы начинается. Но там уже, как он с этим совладает, я сейчас вам расскажу методы выхода из этого болезненного состояния. Это болезнь на самом деле. И люди, когда начинают, вот я там вот в своем возрасте хочется полбудать, потому что я понимаю, что он себя ведет как больной человек. Это нездоровый человек. Он думает, что он взрослый, что он опытный, а на самом деле он просто болен. Он просто болен своей шизоидной болезнью, пытается меня еще заразить этой болезнью. Я чуть помоложе, у меня еще есть какой-то задор, а он пытается еще меня этим заразить. Не дай бог, упаси боже. Поэтому, конечно, это очень тяжелый конфликт между возрастами возникает. У меня, конечно, есть автоматическое уважение к людям постарше, но в силу воспитания определенного, но с позиции вашего возраста, хочу вам сказать, ваши личностные стремления, которые вам нужны лично, а не там правилам общества, социума и так далее. В первую очередь, что нужно научиться молодежи? Молодежи нужно научиться держать гибкость при сознательном возрасте. То есть, они должны даже при имении каких-то основополагающих доводов уверенности в чем-то, продолжать их ломать и гибко двигаться постоянно. Их задача научиться постоянству, чтобы они сохранили эту гибкость к возрасту. И уже в возрасте в легкую могли меняться, и мне было так тяжело и страшно, как некоторым людям там уже в возрасте, ну 60 лет опять мы берем, к этому возрасту самая костенелость такая костячая происходит, вот примерно, чтобы им было не тяжело, чтобы они были гибкие. Это вот задача молодежи на определенном этапе. Переломный период у них от 30 до 40 начинается, где они должны сохранить, сохранить свое стремление к гибкости, к молодости, к жизни, активную жизнь, активную позицию, двигаться, развиваться, стремление, цели. То есть, у них задача, если к 40 годам они это сохранят, им как-то легче это поддерживать, но далее от 50 до 60 лет им нужно сделать установку, что они не просто это поддерживают, а выставляют как образ жизни. Вот 50-60 начинается борьба со смертью, человек должен определиться, что он не хочет умирать, что он хочет жить и развиваться, двигаться дальше. Если он победит это, он убедит себя в том, что нет, я могу начать все с нуля, заново, вот возьму все, брошу и специально все с нуля начну. Вот прямо просто показать себе. То есть, там идет ломка самого себя, и этот период возрастной самый идеальный для того, чтобы человек начал ломать себя и с нуля что-либо начинать, просто так, сам заставлять прям себя надо. Прямо приходить, и да, вот с самых первых азов, не разбираюсь в компьютере, пойду на курсы, буду, стану программистом. Программистом. А для чего стать программистом, если вы вообще в компах не шарите, в 60 лет и не соображаете? А потому, чтобы сломать в мозгу вот эту болезнь о том, что все, я уже все, я уже ничего не могу. То есть, вы ломку переживаете. Если вы сломаете себе это, вы плюс себе молодость прибавите и плюс лет несколько десятков жизни. Если вы не переборете, то борьба с самим собой уже происходит. Если вы это не переборете на данном этапе, то начинается этап такой жесткого старения, жесткого умерщвления. И далее, этап от 60 до 70 лет, когда происходит закостенение жесткое, следующий этап для спасения себя от этой ужасающей болезни, идет уже ломка себя через других. То есть, в данном случае, если вы стремитесь к молодежи, то стремиться надо так, чтобы молодежь надо ломаться прям. Ломаться в том плане, что вот молодежь гибкая, подвижная. Вот она комп, там допустим, там вот техника, там вот настрой компьютер, настрой телефон, сделай это. То есть, вот когда молодежь на вас как-то, ну и то, что не вылагает, это немножко другое. От вас требуют, требуют равности какой-то, а у вас этой равности нифига нету, конечно же. Вот, у вас там все закостенело в ваших костяшках, и вы равность даже в мышлении проявить не можете, вот просто в беседах. Вот она говорит, говорят, что-то там, какую-то фигню там обсуждают, игрушки на компьютере. Вы нифига не разбираетесь, какие там пиксели бывают на компах. Ну, к примеру, там, я не знаю, там может быть что-то другое, там образ жизни. Вот ваша задача насильственно себя ломать под них и стараться на волне держаться. Вы это делаете не для них, вам не то, что там эта молодежь нужна. Это процесс выздоровления, вы пытаетесь излечить себя. Потому что на данной стадии, уже от 60 до 70 лет, ломать самому себя уже невозможно. Вы потеряли все свои шансы сломать себя самому. Вы можете лишь попросить помощи у кого-то, чтобы кто-то вас ломал. Соответственно, чем моложе человек, тем проще ему это делается. Не сложно, причем дело в том, что он от вас просто требует равного разговора, равного понимания. И опять же, это не обязательство касается, а равное понимание. Вот вы должны понимать так же, как он. Мозги должны так же соображать. Вот вы начинаете ломаться, там пытаться думать. Он там вам что-то объясняет, говорит. И обычно некоторые постарше люди себя погружают специально в такое окружение. Более молодых ребят сидят там и слушают. Уши греют. Вот, и там мозг себе перемещают. Вот это механизм омоложения. Тут главное не вампирить. Единственное, есть такое свойство. По старше 60 уже 70 лет, они вампирятся молодых. Вампиризм происходит тогда, когда вы не хотите меняться. Вам типа приятно находиться с молодежью. Но меняться постараются, вы под них не собираетесь. Вы в стиле, да, мне там приятно с вами. Ну, давай ты там займешься компьютером. Я не умею там. Давай ты там игру сделаешь там. Я не умею. Вот это начинается уже, там, это не то, что физически тяжелые нагрузки. Я понимаю, там здоровье, все дела постепенно к этому уходят. Но все равно нельзя никогда, вы для себя никогда не устаканивайте себя так, что в стиле, вот, мое здоровье уже не позволяет. Все, вы на себе крест поставили. Идите уже, ложитесь на кладбище себе, выкапывайте землю. Потому что вы можете сказать так, вот пока что мое здоровье не позволяет, но я буду работать и стараться. Вот сейчас я максимально сделаю сколько могу. Потом я еще подлечусь, там, подцелюсь, целительством займусь, изучу эзотерику, там, займусь новомодными всеми этими там пониманиями. Вот я восстановлюсь и потихоньку, все равно, даже уже сейчас я начну делать все, что могу. Для того, чтобы в дальнейшем выстроить вектор того, как я омолаживаюсь и улучшаюсь. То есть изначально уже вектор, цель выстраивается. Вы сами поймите, уже вот когда вот такая фраза в стиле, мое здоровье уже не позволяет, вы уже вектор выстроили, сейчас оно не позволяет, а завтра еще больше не будет, послезавтра еще больше, но там пройдет несколько дней, и я начинаю умирать. Но обычно все так и говорят, на самом деле, даже мои родители, вот мы не вечны. Я это не к тому, что там устаю, они не устают. Конечно же, я в своем возрасте все равно больше могу сделать и физически, и я как бы не умру, я смогу все самореализовать в силу своих сил и возраста, но для них это плохо. Мне всегда такие вещи обидно слышать, меня это расстраивает, не в силу там своих собственностей, что я там что-то не смогу, да все я смогу, что у меня возраст и возможности есть, я сейчас в Аббике, все я смогу сделать сама и без родителей. Но смысл в том, что обидно, что они себя уже начинают хоронить и не хотят ни омолаживаться, ни стремиться, ни идти ни к чему. Для себя, это для них нужно. Это жизнь, молодость, красота, стремление, опять же, вот постановка цели, да. Я не смогу когда-нибудь я стухлею, все закончится или в стиле. Нет, сейчас мне тяжело, я должен перестроиться, я что-то не так делаю. Сейчас я перестроюсь, сейчас я здоровье поправлю, я психику свою изменю, я перестрою ум. Я стану легче делать, дальше мне станет еще легче, потом мне еще легче станет, потом вообще объем возьму, я еще вот это сделаю, вот это, вот у меня еще цель там глобальная, когда умирать-то некогда, еще рано пока что, я еще омолаживаться буду. Вот она настоящая цель человека, который хочет излечиться от болезни смерти. Понимаете, по сути, на самом деле это правда, это правда. Вот стоит вам стремиться к этому, вы реально к этому придете. То есть это не вранье, это не иллюзорные цели. Люди стремятся к смерти, ну потому что, видимо, это проще, это легче, если они там к 60 годам набрали в гигантский багаж, проще умереть, там переродиться. Но это их дело, но все равно мы с вами говорим сейчас не о вопросе выбора, а мы говорим с вами о возможностях, которые мы имеем. Вот этот вот исток жизни, который человек уже в возрасте начинает самостоятельно терять, самостоятельно раздавать, он сам его разрушает. В 60 лет, конечно же, можно ломать себя об молодежь и так в стиле, говорят, что ж ты там, бабушке или матери, не настроишь себя ватсап, там не поставишь, контакты не включены. А, не могу я, ну давай, вот здесь так, тут так, можно почитать. Для возраста 60-70 смысл не в том, чтобы установить этот ватсап, смысл в том, чтобы вылечить себя, а не этим процессом лечить себя. Знаете, вот, ну есть такие моменты, когда человек, допустим, заставляет себя работать или ходить, чтобы там не атрофироваться, чтобы у него мозг не затупел, читает книги, чтобы развиваться, да. Не для того, чтобы там интересное чтиво, а чтобы мозг там не засыхал, к примеру, или еще для чего-то. Вот здесь точно так же, смысл даже не в этом ватсапе, а смысл в том, чтобы разбивать и разрушать постоянно этот механизм старения, что я не могу, мне уже поздно что-либо познавать, я уже никогда не постигну ничего. Вот, чтобы вот этот механизм постоянно ломать себе, нужно прямо эту ломку переживать. Да, с возрастом это тяжелее дается, начиная от 50 до 70 лет, это как бы небо и земля. В 50 лет одна ломка, возможно, в 70 другая, но я хочу вам посоветовать, чтобы вы максимально старались, насколько вы можете, если вы хотите омолаживаться, если хотите прожить, я вам могу сказать, что однозначно вы умрете только тогда, когда захотите. Если вы хотите умирать, ну, скатерть вам, конечно, дорожка, но это тупо, понимаете, тупо это все. Все, зачем это делать, потому что вам лень отрабатывать то, что вы за года, извините меня, просидели, грубо говоря, да, то есть надо было начинать с 20, но вы не начали, ну, ладно, ну, и фиг с этим. Но все равно всегда, никогда не поздно начать, здесь вот никогда не поздно, это же вопрос жизни и смерти, с чем вы тут можете рассуждать, с чем вы можете мне тут говорить про свое здоровье, хотите умирать или нет, вот вопрос один. Все, хотите, до свидания тогда, не хотите, засунули, как говорят себе, все это глубже поглубже, все свои там, я не могу, я слишком стар, и стараемся, прям стараемся. И когда вы начнете работу над собой, первое, что вы встретитесь, с чем вы встретитесь, да, это вот любых возрастов касается, но я, например, еще вот этого возраста 60-70 лет показываю, потому что с 30 эта болезнь начинается. Вот, допустим, берете вот там этот WhatsApp и начинаете устанавливать, что у вас первое приходит в голову, первое приходит в голову, нет, это слишком сложно, почему? Фактически это легко, там, что у вас мозги не соображают, вы тупой или вы какой-то там шизофреник, или у вас мозги здоровые, вопрос, в чем дальше? Я не соображаю, почему не соображаешь, у тебя там здоровье не позволяет, провалы в памяти, там, к примеру, или что-то. Опять же, между провалами в памяти это можно осуществить, если у вас их нету, в чем проблема? А проблема в том, что вы не хотите этого делать все равно, там изначально есть такой момент, я решил, что я не могу, потому что, если вникать, тут надо вот эти скрипящие мозги перестроить, которые так не хочется, ну, прям вообще капец не хочется перестраивать. Ну, вот так привык, а вы прям со скрипя головой, там, вот все это заново, с нуля, по-другому, вы всю жизнь вот так прожили, а тут прям на ноль надо выйти, весь ваш опыт обнулить. Но вы должны понять, что это работа с психологией, это психика, чистой воды, закостенелая психика, и это можно лечить, и это действительно можно отработать. Опять же, я ни от кого ничего не требую, потому что, возможно, у вас там возмущение в стиле, вот, когда в моем возрасте, да не дай бог, я буду пахать до всего времени, чтобы, не дай бог, ломать всю эту гибкость, потому что, ребята, это вопрос вашей жизни, вашей личной жизни, это вам нужно, мне это не нужно, например, хотите стареть. Если вы не хотите стареть, задумайтесь об этом всерьез, действительно отследите вашу мотивацию, когда вы что-то не хотите, вот, с молодежью на уровне рассуждать, размышлять или что-то делать, я не говорю, чтобы вы там все делали так же, это тяжело. Но начать с мелочей, можно какую-то мелочушку в качестве упражнения, то есть ежедневно, вам упражнения по омоложению своего мозга, да, начнем с мозга, ежедневно вам необходимо выполнять какое-то действие, которое вы нифига не умеете делать, не знаете, как это делается, с нуля и снова. Изучать, читать и делать это просто так, как гибкость упражнений. Ну и лучше, когда это что-то нужно, как приятнее, да, неприятно, если просто так бестолковую вещь делать. А вот, к примеру, там, пошли купили себе новый телефон, все, у вас упражнение на ближайшие несколько месяцев, как там установить все программы, как его там, ну, к примеру, не нравится вам телефон техника, но что-нибудь другое выбираете, мышление там. Заходите на форумы, смотрите, что там обсуждают, ваша задача вникнуть, научиться рассуждать, научиться мыслить. Выбирайте любую сферу, где вам, ну, не проще, может, больше нравится, может, приятнее. Начинайте с этого, то есть уже в определенном возрасте, как упражнение, нужно этим заниматься ежедневно. С возраста 30 лет обязательно научиться, научиться себя гибкости, потому что от 30 до 40 начинают уже борзения развиваются у людей. Я начинаю цитирую, а зачем я должен подгибаться, у меня же есть уже свое мнение, я при нем могу и остаться. Вот эту штуку надо от 30 до 40 ломать вообще всеми, всеми, не всеми вещами, потому что, ну, если до 30 лет, это уже меньшая часть людей, до 30 лет нужно стараться не взрослеть максимально, не в плане, а не умнеть. То есть уметь умно рассуждать, грубо говоря, грамотно, мудро, рассудительно какие-то моменты и вот закостенелость проявлять, это разные вещи. То есть в возрасте до 30 человек должен научиться мудро себя вести, но на подъеме всегда. То есть до 30 лет есть шанс сохранить ту самую воздушность, когда у человека вот на крыльях у него все получается. Вот он залетел, у него там и с деньгами, и с работой, и все. Вот откуда это берется? Это берется оттуда с возраста школьного, когда ребенок не убивает в себе момент, что все возможно, все может быть, и так может быть, и так может быть. Сейчас я зайду на валу, но это, конечно, опять же, не слепая вера должна быть. Опять же, под лежачий камень вода не течет, что-то нужно делать. Но вот на этапе, когда ребенок, скажем, переходный возраст, он обучается тому, что в жизни нужно совершать действия, что нужно стараться, что как ты с людьми, так и с тобой люди, как ты вкладываешься, так ты получаешь. Конечно, если он это усваивает, эту информацию параллельно, ему нужно сохранить тот самый подъем и веру в то, что все возможно, все может быть. Завтра могут прилететь инопланетяне, но при этом надо много работать, конечно, нужно провести усилия, стараться искать. Но если эта вера сохраняется к 30 годам, у него этот огонек сохранится, не убивается огонь. Очень у многих в 30 лет умирает вот этот свет внутренний. Как вы поняли, его очень сложно сохранить, потому что все вокруг будут убивать, все начнут, нет, ты будь серьезней. Дело в том, что от 16 лет до 25, скажем, подросток, он еще учится разумно мыслить и при этом сохранять воздушность. То есть ему нужно и сохранить детство, и мыслить разумно. Но, к сожалению, и родители, и окружение начинают мощно его выдавливать просто из него. Но, конечно, он неразумный, пока еще он не умеет. Но дайте ему время научиться, дайте ему время научиться совмещать вот эту воздушность с прагматикой, чтобы он понял, что да, все возможно, но для этого нужно стараться, достигать, что-то делать. Но все же возможно, если усилия к этому проявить. Опять же, молодиться в 70 лет возможно, если проявить усилия. Видите, те же люди в 70 лет, они еще в 20 лет, в 16 убили в себе этот огонек. До 20 лет, что это все возможно, что можно реализовать. И когда этот огонь умирает, его практически невозможно восстановить. И очень многих людей уже в 30 с чем-то, вот к 40 подходит к годам, видно, что они просто убиты. У них вот нет внутреннего света, вот этого огня души, у них ничего нет. И отсюда начинается самая главная смерть того, что человек не может получить то, что он хочет, он не может это реализовать, потому что он считает, что это невозможно, и он начинает плавненько умирать. Вот если он сохраняет тему, что все возможно, вот с этого возраста он выстраивает цель, что я хочу видеться с инопланетянами, я хочу там омолодиться, я хочу реализоваться, там, не знаю, стать миллиардером, к примеру, но там минимальный такой запрос в жизни с инопланетянами. Вот когда он сохраняет вот эту вот категорию, далее у него от 16 до 30 вырабатывается понимание прагматизма, что да, я это хочу, это возможно, но для этого нужно совершать, он выстраивает цели от 30 лет, он начинает эти цели реализовывать, и с 40-50 он начинает уже такой установочный, активный, подвижный, у него внутренний огонь, у него движение, у него крылья. Он там в 50 лет, у него только начало жизни, он там уже, когда он достроил уже целую там посадочную полосу для встреч инопланетян, заработал миллион долларов, он уже на пути к своей цели, понимаете, конечно, много лет прошло для реализации этой цели, он не вчера, но у него вот с 16 до, скажем, до 30 лет сохранился этот огонек. А у многих прямо родители так хотят его убить, на самом деле они убивают вас всех, и во мне тоже очень много лет его убивали, но благо некоторые моменты я скрывала от родителей, не говорила, вот этот огонек, что все возможно. Вот в любом начинании, когда я что-то начинаю, вот я начинала водить машину, тоже начала, что возможно так, что я сейчас поведу, у него будет классно все получаться, что реализовываться классно, а у родителей нет, все плохо, ты не можешь, ты слишком ужасно водишь, то есть у них сразу изначально послужишь, что это невозможно, они убивают свет и огонь. А зажигается это от внутреннего огня, конечно, сразу учиться-то я сразу не научусь, опыта-то у меня вождения нет, но смысл в том, что если я сохраню этот огонь, опыт-то наработается, а вот с этим огнем внутренним, что у меня все получится, что у меня все классно реализуется, у меня впоследствии, я там, может, суперхороший водитель, основной пример, это я, конечно, не шумахер, но я хочу привести пример, что я вот это начала не в раннем возрасте, да, к примеру, обучение, но тем не менее, вот этот огонек у людей зажигается в разных аспектах их движения. И очень важно, вот что называется вера в человека, вот чего требуют все дети, но даже до 30-летнего возраста, не знаю, до какого возраста веру родителей в них, из-за чего весь этот конфликт и происходит, потому что даже сколько я наблюдаю в своем окружении, у меня вот молодые ребята, все конфликты с родителями, потому что родители не верят в них. Вот они начали что-то новое, что-то необычное, нелогичное, да, неразумное, может быть, там, непрагматичное, но пока еще не умеют это как-то в обличии финансового благополучия как-то ввести, еще пока учатся, но родители сразу убивают в них этот огонь, сразу у тебя ничего не получится, потому что у всех не получалось, все не могли, но мало ли, что все не могли, может, твой ребенок-то, грубо говоря, сможет, может, он будет особенным, если поверить в него. Все дети этого хотят, этой веры. А смысл веры в сохранение огонька, то есть вот этот огонек, его ни в коем случае нельзя разрушать, его нужно сохранять всячески, оберегать, защищать, что да, все ты сможешь, даже если у человека не получилось, даже если у него первые шаги он идет, он спотыкается, падает, раз, упал, два, упал, что начинают делать люди, типа, да все, не получилось, вот видишь, а на самом деле говорят, ничего, вставай и иди дальше, упал, вставай и иди дальше. Так, это сел за руль, да, там неправильно проехал, криво выехал, садись и езжай дальше, садись и езжай дальше, все, все будет у тебя, все будет классно. Вот я этого принципа всегда придерживаюсь, у меня все удивляются, я все время все равно сажусь и делаю дальше, сажусь и делаю дальше, потому что к чему я иду-то? К тому, что у меня ничего не получится, все плохо или к тому, что нет, все классно и все выйдет. Вот это вера Огонек, это самое, конечно, жестокое в нашем обществе убивается, начиная с 16 лет, со школы, окружения, все взрослые люди, а у взрослых, я вам четко хочу сказать, у всех, у кого этот огонь умер, у них прям эта досада подсознательная, это очень мерзкое чувство, к сожалению, даже у родителей, которые якобы там тебя любят, но вот есть такая категория, что в себе они огонь этот убили и у них сознательное желание уничтожить подобное, что не дай бог он будет лучше. Да, это звучит, конечно, очень ужасно, но, честно признаюсь, к сожалению, у людей вот мало, единицы людей способны признаться, что да, я как бы просрал свою судьбу, я бы ложался в своей жизни, и я очень надеюсь, что у тебя этого не будет, просто подгибаются, сгибают свою голову, ложатся в ноги человеку, который моложе их во много лет, лишь потому что они уже сдохли, а он еще пока нет, и тихо идут за ним. Это единицы, потому что там нужно бешеную гордыню убить, бешеную убить вот эту вот закостенелость, что нет, я уже опыт жизни прожил, это стоит великого мужества. То есть не каждого характера есть на такое мужество, чтобы уже в возрасте с опытом просто сломаться в петельку и сказать, да, я не смог. А у тебя получается, и я очень искренне надеюсь, что у тебя получится, потому что для того, чтобы признать просто это, чисто признать, если ты это уже признаешь, дело в том, что там уже автоматически идет такая штука, что человек, признавая это, признавая, что он хуже, что он прожил там столько лет и облажался все эти годы, и все эти годы он оказался, весь опыт, который он получил за всю свою жизнь, все свои убеждения, которые доводу он достиг и заслужил, все они, грубо говоря, просто в ничто уходят в ноль перед там каким-то сопляковым там человечком, которому 20 лет. То есть представляете, как тяжело это признать в себе, ну вот вы даже представьте, это тяжело, это тяжело морально, но смысл в том, что если вы это не признаете, вы будете его унижать, ну вот реально будете автоматически унижать и ломать, и это ну никак, это по-другому, стиля, а можно не признавать, я типа закрою глаза, но я не буду его гасить, ну не получится так, ну вот, понимаете, это как бы контракт с дьяволом, что называется, да, ну либо уж вы честно признаетесь, и тогда просто даже не про себя, признав, что он лучше, вы уже себя сломаете автоматом, даже не говоря ему, я не говорю, что нужно ходить и говорить, да, ты лучше, а я хуже, нет, вы просто честно в душе, внутренне молча про себя это признаете, и вам уже придется сломать всего себя, вы даже ничего не скажете, промолчите, то есть смысл это не в том, чтобы вы там говорили этому молодому там человеку, что он вас лучше, или вашему ребенку, который оказался лучше, смысл не в этом, смысл в поединке с самим собой, со своим собственным демоном. Если вы признали, что вот да, у него этот огонек, и этот огонек подрастет, и я как бы дам возможность ему прорасти, то это, следовательно, значит, вы убьете в себе вот эту всю дрянь. Если вы не хотите, не можете, тяжело, то как бы вы не лгали, что вы якобы поддерживаете своего ребенка, что вы за него, вы все равно будете его гасить и мочить тем, что вам виднее, вы умнее, вы даже молчать будете, но вы же так думаете. Понимаете, сама мысль, просто вот вы рядом сидите, она уже вот ломает, к сожалению, вот это конфликт молодежи и возраста, более старшего, к сожалению, никак от этого не уйти, и как хотят прям обмануться, вот взрослые люди, там, сохранив вот эту свою какашку уважения к себе, но вопрос же не в отношении к молодежи, вопрос в отношении самого себя, поймите вы одно, это вы, вас судит, как бы судья вам, бог судья. Вы перед собой, перед богом, вы действительно за свою жизнь как бы сломались и просрались все эти годы, и это правда, но смысл в том, что для того, чтобы когда вы увидели человека, который совершил ход в 20 лет, которого вы в 20 лет не совершали и не делали, это ставит его уже на градацию значительно выше вас, потому что он смог в этом возрасте пережить все это, но не надо там оправдываться в стиле, вот у нас было другое время, это опять же, ну я же таким был хорошим, это опять же попытка унизить, нет, честно признаться. И второй момент, если вы сможете себя сломаться, и он будет для вас учителем, этот молодой там человечек, он для вас учителем станет в плане того, что он 20 лет смог, и я значит в 70 смогу, не важно, что мне 70, я готов в 70 сломаться, так же, как в 20. Если вы это сломаете себе, переломите, вы же здоровье получите, вы же молодость получите, вы же красоту получите, никому это не нужно, этому 20-летнему человечку не нужна ваша сломка, поймите, он в 20 лет достиг то, чего вы не смогли в 70, соответственно, он и дальше пойдет и выше, он и достигнет и без вас, а вот вы что будете делать, куда вы пойдете в свои 70 лет, что у вас-то будет, зависит от вас, от того, насколько вы способны бороться там со своей какашкой. И вот единственное, что не понимают никак вот люди в возрасте, что это им нужно, это не нужно молодежи, поверьте, они и так молоды, у них уже все есть, они лучше вас, по факту, у них больше данность на сегодняшний день, данность у них лучше, вам это нужно, капец, как просто. Поэтому вот этот слом, вот это признание, это единственный шанс себя действительно дать себе шанс. Если вы увидели, что молодой человек, который моложе вас на много лет, реально достиг уровня такого, которого вы в возрасте не имели, вам Бог дал прекраснейший шанс сломаться об него, то есть вот он просто для вас каменное преткновение будет, чтобы вы смогли получить второй шанс в своем возрасте. И несмотря на то, что вы там 30 лет пропустили, но сейчас вы можете вот этот этап получить и двигаться дальше. Если вы возьмете вот этот разворот прям кардинальный, то возраст не имеет значения, при желании вы сможете сравняться. Вы сможете сравняться через 30-40 лет, если вы не собираетесь умирать и стареть, конечно же, через 100-200 лет вы сравняетесь, и это все забудется. Но смысл в том, чтобы это сделать, понимаете, чтобы этот шаг совершить. Конечно, это тяжелее, с одной стороны сложнее решать вам, выбирать вам, вы вольны делать, что хотите. Но я вам это все объясняла для того, чтобы вы понимали, что старость приходит человеку, человеку, не то, что сама, человек сам призывает ее. Человек хочет умереть, он хочет уйти из жизни, он хочет, чтобы все завершилось, и постепенно начинает призывать смерть. Конечно, многие начинают призывать ее раньше. Если вот этот огонь убивает лет в 16, некоторые могут раньше начать призывать смерть, когда им перерываешь дыхание о том, что... Понимаете, вот самое интересное, что родители убивают своим нежеланием жить дальше, родители убивают предыдущее поколение. То есть это действует по циклу. Вот как только они набирают свой серьезный опыт жизни, знания жизни, да что вы можете о жизни знать? Вот, грубо говоря, я в 70 лет прожил жизнь. Вы уверены, что вы знаете все о жизни? Поймите, одной жизни знать может все только тот, кто умирает. Человек, который собирается жить и молодеть, он никогда ничего о жизни знать не может. Ни о людях, ни о жизни. Он может знать только свои ошибки, которые он совершил за 30 лет. Вот 30 лет он жил так-то. Теперь он может кардинально перевернуться с нуля и жить по-другому. Еще 30 лет он может прожить по-другому вообще. Перевернуться и еще по-другому прожить. И вы приколитесь, и каждый раз будут открытия. Каждый раз будут откровения. Просто каждый раз он будет переворачиваться. И в итоге, что человек знает к 70 годам? Он знает закостенелый опыт того, как он спотыкался, как он падал, как он шел. А вы знаете, как спотыкались другие, как другие шли? А вы знаете, как можно пойти, как можно спотыкаться? Вы не знаете. А вот ваш ребенок вообще принадлежит другому поколению. Он может по-другому прожить, по-другому пройти, по-другому споткнуться. Ошибки даже ваши же по-другому совершить. Потому что то, как совершается ошибка, это совершенно разный опыт, совершенно разная отдача, дает разную реакцию. Реакция может разная. Откуда вам что-либо в жизни знать? То есть вы можете знать только свои собственные ошибки, вы можете поделиться своими ошибками, где вы что-то неправильно сделали. Опять же, ребенок может повторить за вами ошибки, может не повторить. Это его тоже выбор. Поэтому вот это вот мнение, оно вас убивает. Опять же, каждый раз, когда человек начинает думать, что он что-либо знает, однозначно про жизнь, про опыт, про то, что он прожил, это начинает его убивать. Вот опираясь даже на какие-то бытовые моменты. Возьмем, к примеру, это абстрактно я говорила, а вот более конкретно.